Вечный бой. Покой нам только снится. Научный бой. Где же еще будущему ученому проявить свои боевые качества, как не на ринге стендап-сайенс? Раз в год в Тольяттинском государственном университете студенты разных направлений обучения собираются, чтобы публично предъявить результаты своей научной деятельности в жанре стендап-сайенс. Организатором научных боев ТГУ выступает отдел реализации молодежных проектов и программ. На доклад по условиям боев отводится всего 5 минут. Причем выступить нужно максимально просто и интересно для всех. Так, чтобы сложные научные идеи и темы, на которые пишутся диссертации и курсовые, стали понятны обычному непосвященному слушателю. В этом году на научных боях студенты представили 8 докладов. Участники стендап-сайенс готовились несколько месяцев, проводили исследования, практические эксперименты, занимались саратовским искусством. Электробезопасность, проблемы планов эвакуации, особенности русского языка, почему строительство жилых зданий 3D-принтером – это Россия будущего, и как спасти себя от фейковых новостей – темы научных боев ТГУ-2019 были самые разнообразные. Мы в этом году начали распространять фейковые новости о ТГУ. Судьба университета в руках двух журналистов – Лизы и Дники. Нет. Только что выложили новость. ТГУ стал филиалом Томского государственного поведения. Участников боев оценивали люди, для которых наука – не пустой звук. Профессора и преподаватели ТГУ и участники стендап-сайенс прошлых лет. Для них было важно, чтобы, во-первых, выступление обязательно была научная составляющая. Во-вторых, чтобы тема была раскрыта. И в-третьих, члены жюри смотрели, насколько оригинальной и увлекательной была подача участникам. Если в прошлые годы, сейчас вспоминаю, в основном ребята представляли свои какие-то научные разработки, то есть разработки, связанные непосредственно с их деятельностью в рамках университета. В этом году появились темы, которые связаны с некой такой общественной жизнью, то есть с теми явлениями, которые приходят к нам и с теми, которыми мы сталкиваемся каждый день. То есть это по-своему новый формат и новое вение. До этого я такого не видел. В этом году для зрителей научных боев была разыграна ЛТЭ. Проводили призрительские симпатии. Стоит отметить, что выбор зрителей и членов жюри в этом году совпал. Первое место и призрительских симпатий взял Антон Довыденко, студент Гуманитарно-педагогического института с темой доклада «Интернет неологизмы» или «Почему мы говорим на полуанглийском». Второе место занял проект студентов ГУМПИ Никиты Горбунова и Елизаветы Паникшовой о фактчекинге и о том, как защитить себя от фейковой информации. Третьим стал доклад о роботах-строителях Александра Гришина и Ильи Поначева из Института машиностроения. Мы подумали, что стоит вообще донести до массовой аудитории, что в каком сейчас состоянии находится язык. И многие говорят, вот сейчас русский язык там слабеет или там что он сдаёт позиции или там все сейчас говорим на иностранном языке, да. Но на самом деле вот, как я уже говорил, да, язык он всё-таки живой и это система, которая сама себя обслуживает и переваривает все явления, которые ей встречаются. Конечно, преимущества, в отличие от простой научной конференции, есть. Во-первых, это то, что такая вот игровая подача, такой интересный интерактив, он позволяет больше влиять на аудиторию. Потому что если бы мы сделали это всё в каком-то научном, мне интересном формате, форме конференции, возможно, не запомнилось бы. А так, когда мы вот эту презентацию сделали, добавили какие-то шутки, такой мини-спектакль разыграли, люди лучше усвоили. Остаётся только добавить, что если вы захотите прокачать свои знания в сфере науки и испытать силы на научном ринге, пора приступать к тренировкам. Как на любых серьёзных соревнованиях, чемпионами становятся только самые упорные и настойчивые. КОНЕЦ